Часть первая. Шум времени. Музыка в Павловске. Я помню хорошо глухие годы России, девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие и глубокий провинциализм, тихую заводь, последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то крейцеровой сонате и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династии. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего и одно к одному. Девяностые годы слагаются в моем представлении с картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной обреченной провинциальностью умирающей жизни. Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холенные бороды, мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и аля кок. В двух словах, в чем девяностые годы, буфы дамских рукавов и музыка в Павловске, шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин в центре мира. В середине девяностых годов Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюр двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз, и навстречу ему тяжелое испарение буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. Вышло так, что мы сделали с Павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечном городе, в российском Полуверсале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов. Жить в Павловске считалось здоровее, и взяточников, скопивших на дачу особняк. Но эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки, на одной половинке поет, а на другой затыкает уши, когда Нива, Всемирная Нофь и вестники иностранной литературы, бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти всемирные панорамы и нови были настоящим источником познавания мира. Я любил смесь о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках Бомбе и Калькутте. Особенно картины, большие во весь лист, малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко, металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложение, необъятную, расплодившуюся тогда литературу приложений к Ниве и прочее. Интересы наши вообще были одинаковые, и я в семи-восьми лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «конец века», повторявшееся слегкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл. У меня впечатление, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, денно и ночно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам. На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок Пер Лагранш. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек бонными к детям в порядочные дома. К Пер Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной рязке, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация Пер Лагранжа ценилась очень высоко. Знаменитая контора по найму кухарок, бон и гувернанток на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чаевших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестации. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральше, считалась достаточно веской. И иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркало ей в лицо и отворачивалось. По гороховой до Александровского сада ходила каретка, самый древний вид петербургского общественного экипажа. Только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях. Ребяческий империализм Конный памятник Николаю Первому против Государственного Совета неизменно по кругу обхаживал замшенные от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана. Мы, дети, заговаривали с дряхвым часовым. Он нас разочаровывал, что он не двенадцатого года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они караульные, последние из Николаевской службы, и во всей роте их не то шесть, не то пять человек. Вход в летний сад со стороны набережной, где решетки и часовни против инженерного замка, охранялся вахместрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, игнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мещанском платье. Нравы детей в летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шарпнув или присев, пищала девочка или мальчик. Таково было официальное обращение. Не хотите ли поиграть в золотые ворота или палочку-воровочку? Можно себе представить после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл. И самый способ знакомства казался мне натянутым. Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма. И право в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы. Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Рюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, казармам гвардейского экипажа. Тут на зеленой, никогда не езженной мостовой, муштровали морских гвардейцев, и медные литавры и барабаны потрясали тихую воду канала. Мне нравился физический отбор людей. Все ростом были выше обыкновенного. Нянька вполне разделяла мои вкусы. Так мы облюбовали одного матроса, Черноурсова, и приходили на него лично посмотреть, и уже отыскав его в строю, не сводили с него глаз до конца учения. Скажу и теперь, не обинуясь, что семи или восьми лет весь массив Петербурга, гранитные торцовые кварталы, все это нежное сердце города с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной миллионной, где не было никогда прохожих, и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку главного штаба, Сенатскую площадь, и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным. Не знаю, чем населяла воображение маленьких римлян, их капитолий, я же населяла эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом. Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак, его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош. Это место было тоже необычайное, но о нем после. Подкова каменной клонады и широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта, и в воображении моем места это было не менее интересно и значительно, чем майский парад на Марсовом поле. Какая будет погода? Не отменит ли? Да будет ли в этом году? Ну, уже раскидали доски и планки вдоль летней канавки, уже стучат плотники по Марсову полю, уже горой пухнут трибуны, уже клубится пыль от примерных атак и машут флажками расставленные вешками пехотинцы. Трибуна эта строилась дня в три. Быстрота ее сооружения казалась мне чудесной, а размер подавлял меня, как колизей. Каждый день я навещал постройку, любовался плавностью работы, бегал по лесенкам, чувствуя себя на подмостках участником завтрашнего великолепного зрелища, и завидовал даже доскам, которые, наверное, увидят атаку. Если бы спрятаться в летнем саду незаметно, а там столпотворение сотни оркестров, поле, колосящееся штыками, через полосицы пешего и конного строя, словно не полки стоят, а растут гречи, хорожь, овес, ячмень, скрытые движения между полков по внутренним просекам, и еще серебряные трубы, рожки, вавилон, криков, летавр и барабанов. Увидеть кавалерийскую лаву. Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное. Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. Военные разводы у Александровской колонны, генеральские похороны, проезд были моими ежедневными развлечениями. Проездами тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо навострился распознавать эти штуки. Как-нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тараканы, выползали дворцовые пристава. Ничего особенного, господа. Проходите, пожалуйста. Честью просят. Но уже дворники деревянными совками рассыпали желтый песок. Но усы околоточных были нафабрены. И как горох, покрованный или поконюшенный, была рассыпана полиция. Меня забавляло удручать полицейских расспросами, кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. Нужно признать, что промельг гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке всегда меня разочаровывал. Тем не менее, игра в проезд представлялась мне довольно забавной. Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и сама архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами, кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещение. Помню также спуск броненосца Ослябе, как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра Эйлинга. Весь этот ворох военщины, даже какой-то полицейской эстетики, пристал к какому-нибудь сынку корпусного командира с соответствующими семейными традициями, и очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропавшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами. Бунты и француженки Дни студенческих бунтов у Казанского собора всегда заранее бывали известны. В каждом семействе был свой студент-осведомитель. Выходило так, что смотреть на эти бунты, правда, на почтительном расстоянии, сходилась масса публики. Дети с няньками, маменьки и тетеньки, не смогшие удержать дома своих бунтарей, старые чиновники и всякие праздношатающиеся. В день назначенного бунта тротуары Невского колыхались густою толпой у зрителей от Садовой до Аничкова моста. Вся эта орава боялась подходить к Казанскому собору. Полицию прятали во дворах, например, во дворе Екатерининского костела. На Казанской площади было относительно пусто, прохаживались маленькие кучки студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящего в грозное завывание все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались и толпу мяли лошадьми. Казаки, казаки, проносилось молнией быстрее, чем летели сами казаки. Собственно, бунт брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж. И Невский пустел, будто его метлой вымели. Мрачные толпы народа на улицах были первым моим сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был девяносто четвертый. Меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра Третьего. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу улицы Черна народом. Спрашиваю, когда же они поедут, говорят, завтра. Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки, мимо шоколадного здания итальянского посольства. Вдруг там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход из стены, обставленный серебром и тропическими растениями. Очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день. Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам пяти происходило гуляние на Большой Морской от Гороховой до Арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылащенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь. Звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонные гувернантки, моложавые француженки приводили детей. Вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями. Ко мне нанимали стольких француженок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно. По разумению моему, все эти француженки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война 12-го года. Затем следовала Жанна Д'Арк. Одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка. И сколько я не пытался, будучи любознателен, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна. У француженок ценилось искусство много и быстро говорить. У швейцарок знание песенок, из которых коронная песенка о Мальбруке. Эти бедные девушки были проникнуты культом великих людей — Гюго, Ламартина, Наполеона и Мольера. По воскресеньям их отпускали слушать мессу, никаких знакомств им не полагалось. Где-нибудь в Эль-де-Франсе, виноградные бочки, белые дороги, тополя, виноделы с дочками уехал к бабушке, в Руан. Вернулся — все опечатано. Прессы и чаны опечатаны на дверях и погребах сургучи. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф. И в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу. Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красивости пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами текущих, гулким шагом по седой от гранита и мрамора миллионной. Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства. Не родина, не дом, не очаг, а именно хаос. Незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал. Всегда бежал. Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта, нечитаемых книг бытия, заброшенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже гетта и шиллера и клочками черно-желтого ритуала. Крепкий румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался праздник, Новый год в сентябре, и невеселые и странные праздники, терзавшие слух дикими именами. Рош Гошана и Йом Кипур. Книжный шкаф Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи, одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на ключевой улице в немецкой Риге у дедушки и бабушки. Уже отцовский домашний кабинет был не похож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой. Прежде всего, дубовое кустарное кресло с балалайкой и рукавицей и надписью «На дужке. Тише едешь, дальше будешь». Дань ложно русскому стилю Александра Третьего. Затем турецкий диван, набитый грозбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем. Сначала я думала, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор, мне кажется, запахом ерма и труда, проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки-лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши. Все это и мещанский письменный стол с мраморным календариком плавает в табачном дыму и обкурено кожами. А в черствой обстановке торговой комнаты стеклянный книжный шкапчик, задернутый зеленой тофтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкап раннего детства – спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснутся в мировую литературу, как в мироздании. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка. Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовская и материнская в ней не смешивалась, а существовала розно. И в разрезе своем этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови. Нижнюю полку я помню всегда хаотической. Книги не стояли корешок к корешку, а лежали как руины. Рыжие пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком, говорящего по-русски толмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаяния наняли было ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах с кошкой, книжкой, ведром, лейкой одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавала себя и всем существом выставал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, чувство еврейской народной гордости. Он говорил об евреях, как француженка Агюго и Наполеоне. Но я знала, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил. Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы, Шиллер, Гёте, Кёрнер и Шекспир по-немецки. Старые лейпцигско-тюбингенские здания. Кубышки и коротышки в бордовых тисненных переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад. Женщины со спущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована как светильник, всадники с высокими лбами и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из толмудических дебрей. Еще выше стояли материнские русские книги Пушкин в издании Исакова 1976 года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего. Шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные четкие годы, включительно по тридцать седьмой. Цвет Пушкина. Всякий цвет случайен, какой цвет подобрать к журчанию речей? У-у-у, идиотская цветовая азбука, рэмбо! Мой Исаковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом калинкорном переплете, в черно-бурой, выленившей ряске, с землистым песочным оттенком. Не боялся он ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя. Духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина, так явственно мной ощущается. На нем надпись рыжими чернилами «Ученицы третьего класса за усердие». С Исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырявыми башмаками учителях и учительницах в 80-е годы в Вильне. Слово «интеллигент», «мать», особенно «бабушка» выговаривали с гордостью. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, не даром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина, а вот Геты и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к Ниве. Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожицей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он тяжелый. Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, вешними водами и ленивыми разговорами. Но я знала, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает. И не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели от чтень или от солнца, ли дачных скамеек, чья первая страница является чертой юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой. Вглядываясь в лицо вечного юноши, Натсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море. Он все будет петь свой идеал и страдающее поколение, разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной. Это загадка русской культуры, и в сущности непонятный ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой? Этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный стукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких столетий, этот пророк гимназических вечеров. Сколько раз, уже зная, что нацен плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколение, отбросив поэтическое воскомерие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом. Как много мне тут помогли дневники и письма нацен. Все время литературная страда, свечи, рукоплесканье, горящие лица, кольцо поколения и в середине алтарь, столик чтеца со стаканом воды. Как летние насекомые под накаленным ламповым стеклом, так все поколение обугливалось и обжигалось на огне литературных праздников с гирляндами показательных роз, причем сборища носили характер культа и искупительные жертвы за поколение. Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколения вплоть до гибели. Высокомерные оставались в стороне с тютчевым эффетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколения с его идеалом и валом. Что же еще оставалось? Бумажные розы, свечи гимназических вечеров и баркаролы Рубинштейна. Восьмидесятые годы в Вильне, как их передает мать. Всюду было одно. Шестнадцатилетние девочки пробовали читать Стюарта Миля, маячили светлые личности с невыразительными чертами и с густой педалью, замирая над арпеджио, играли на публичных вечерах новые вещи львиного Антона. А в сущности происходило следующее. Интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве, неразбирающем пути, определенно поворотила к самосожжению. Как высокие просмоленные факелы горели всенародно народовольцы Софьи Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и учащаяся молодежь сочувственно тлели. Не должно было остаться ни одного зеленого листика. Какая скудная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии. Мне показывали в семейном альбоме дагеротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а сгорел. Так гласил язык поколения. Так говорили о Гаршине. И многие гибели складывались в один ритуал. Семен Афанасьевич Венгеров, родственник мой по матери, семья Виленская и гимназические воспоминания, ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но это он понимал. У него это называлось о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую муравьинную бороду. Финляндия. Красненький шкаф с зеленой занавеской и кресло «Тише едешь, дальше будешь» часто переезжали с квартиры на квартиру. Стояли они в Максимилиановском переулке, где в конце стреловидного Вознесенского виднелся скачущий Николай, и на офицерской, поблизости от жизни за царя, над цветочным магазином Эйлерса и на загородном. Зимой на Рождество. Финляндия, Выборг, а дача — тереоки. В тереоках песок, можжевельник, дощаты — мостки, собачьи будки, купалин с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний, и близкий сердцу петербуржца, домашний иностранец, холодный финн, любитель Ивановых огней и медвежьи польки на лужайке народного дома, небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. В Финляндии дышал дореволюционный Петербург от Владимира Соловьева до Блока, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок в тяжелом бреду своем, слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная. И я любил страну, где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов. Летом в Триоках детские праздники, да чего это было, как вспомнишь нелепо. Маленькие гимназистики и кадеты в обтянутых курточках, расшаркиваясь с великовозрастными девицами, танцевали падекатр и падепатенер. Салонные танцы девяностых годов с сдержанными бесцветными движениями. Потом игры, бег в мешках и с яйцом, то есть с ногами, увязанными в мешок, и с сырым яйцом на деревянной ложке. В лотерею всегда разыгрывалась корова. То-то была радость француженкам. Только здесь они щебетали, как птицы небесные, и молодели душой, а дети сбивались и путались в странных забавах. В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам, Шариковым, из николаевских солдат-евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински шарики, держали большую лавку разных товаров. Сека Таваран Каупа — лавка колониальных товаров, где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили, Шариковы, в массивном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков оплыл жиром, как Будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка чернявая сидела за прилавком, а три другие красавицы по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка неграмотная и добрая, гости — армейские любители пунши и хороших саночек, все картежники до мозга костей. После жиденького Петербурга меня радовала эта прочная дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта в высокогрудых выборских красавиц, где-то в кондитерской Фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков. Вытряхнувшись прямо из резвых узких санок в теплый пар с добной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком. Носит ли он корсет? И помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать свои ребра. Быстрые санки, пунш, карты, картонная шведская крепость, шведская речь, военная музыка. Голубым пуншевым огоньком уплывал выборгский угар. Гостиница Бельведер, где потом собиралась Первая Дума, славилась чистотой и прохладным, как снег, ослепительным бельем. Все тут было иностранщина, и шведский уют. Упрямый и хитрый городок с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовье каждой постели, как божий бич, нес ермо русской военщины. Но в каждом доме, в черной, траурной рамке, висела картинка. Простоволосая девушка Суоми, над которой топорщица сердитый орел с двойной головкой, яростно прижимает к груди книгу с надписью «Закон». Хаос иудейский Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет сорока, в красной шляпке с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось проводить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы, бородатые и длиннополые люди, толмудические философы, продавцы в разнос собственных печатных изречений и афоризмов. Они оставляли именные экземпляры и жаловались на преследование злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников. И от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал. Он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники за тюремным ангелом, сгоревшего в революцию литовского замка. Там на торговых попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины, с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчи, грозди семисвечников, высокие бархатные камеловки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами, плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камеловки, и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопением. Но какое оскорбление, скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит. И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей, прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга, изо всех по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинсбург, а это Варшавский. В детстве я совсем не слышал жаргона. Лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери, не слиянием ли этих двух, питается всю долгую жизнь наш язык? Не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей, чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная, великорусская речь. Словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку, прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков. У отца совсем не было языка. Это было косноязычие и безязычие. Русская речь польского еврея? Нет. Речь немецкого еврея? Тоже нет. Может быть, особый курлянский акцент? Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы. Причудливый синтаксис талмудиста, искусственная и не всегда договоренная фраза. Это было все, что угодно, но не язык. Все равно, по-русски или по-немецки. По существу отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший 18-й или даже 17-й век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия притворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводят в банках своих пауков. Предчувствуется Руссо и его естественный человек. Все до нельзя отвлеченно, замысловато и схематично. 14-летний мальчик, которого натаскивали на раввины и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши. Вместо талмуда читает Шиллер и, заметьте, читает его как новую книгу. Немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир 70-х годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на караванной, откуда подводили мину под Александра. И в перчаточной мастерской на кожевинном заводе проповедует обрюзшим и удивленным клиентам философские идеалы 18-го века. Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый, неудобный багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли, как белые кони, в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на рижское взморье. Я тогда собирал гвозди, нелепише коллекционерское причудо. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку. Дорога была тревожная, тусклый вагон в Дерпте ночью с громкими эстонскими песнями приступом брали какие-то ферейны, ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломились в дверь. Было очень страшно. Дедушка, голубоглазый старик в Ермолке, закрывавший наполовину лоб с чертами важными, немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел, густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка, в черноволосые накладки, на седых волосах и в капоте, желтоватыми цветочками мелко, мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить. Она спрашивала, покушали, покушали, единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город, а печаленный дед и грустная, суетливая бабушка попробуют заговорить и нахохлиться, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, они не понимали. Тогда я пальцем на столе изобразил наглядно желание уйти, перебирая на манер походки средним и указательным. Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов. Но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать. Отец часто говорил о честности деда как в высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых, глубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал, «Я прекращаю дело и торговлю, мне больше не нужно денег». Ему хватило точь в точь по самый день смерти. Он не оставил ни одной копейки». Рижское взморье — это целая страна, славится вязким, удивительно мелким, чистым желтым песком, разве в песочных часах такой песочек, и дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную сахару. Дачный размах рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостики, клумбы, полисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем, все на желтом, каким играют ребята, измолотом, в пшеницу к на речном песке. Латыши на задворках сушат и вялит камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов, бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табльдотов, рулада певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок. И по рельсовой подковке на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые зайцами, прыгающими на ходу от немецкого чопорного бильдерлингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского дуббельна. По редким сосновым перелескам блуждает бродячий оркестр, две трубы калачом, кларнета и тромбон, и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые то здесь, то там, разражаются лошадиным маршем прекрасной каролины. Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил начистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши, корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В майорингофе у немцев играла музыка симфонических оркестров садовой раковины смерти просветления штраус. Пожилые немки с румянцем на щеках в свежем трауре находили свою отраду. В дубельне у евреев оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского и было слышно, как перекликались два струнных гнезда. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание неточки незваного у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным поломем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и рассарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разноголосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговение к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство. Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безволием, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке. Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару дворянского собрания и тщедушному скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом Прометея, над которым высится как щит звукоприемник странный стеклянный прибор. Концерты Гоффмана и Кубелика в 1903-1904 году Петербург был свидетелем концертов большого стиля. Я говорю о диком с тех пор непревзойденном безумье великопостных концертных Гоффмана и Кубелика в дворянском собрании. Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, ни даже первины скрябинского Прометея не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале. Доходило до ярости, до иступления. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажды действия, глухое предысторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург, еще не пробил 1905 год, вливалось своеобразным, почти хлыстовским родением трабантов Михайловской площади. В туманном свете газовых фонарей многоподъездное дворянское здание подвергалось настоящей осаде. Горцувящие конные жандармы, внося в атмосферу площади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, цепью охраняя главное крыльцо. Проскальзывали на блестящий круг и строились в внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями. Извозчики не смели подавать к самому дому, им платили на ходу, и они улепетывали, спасаясь от гнева колоточных. Сквозь стройные цепи шел петербуржец лихорадочной мелкой платвой в мраморную прорубь вестибюля, исчезая в горящий ледяной дом, оснащенный шелком и бархатом. Кресла и места за креслами наполнялись обычным порядком, но обширные хоры с боковых подъездов пачками, как корзины человеческими гроздьями. Зал дворянского собрания внутри широкий, коренастый, почти квадратный, площадь эстрады охватывает чуть не добрую половину, на хорах июльская жара. В воздухе сплошной звон, как цикада над степью. Кто такие были? Гоффман и Кубелик. Прежде всего, в сознании тогдашнего петербуржца они сливались в один образ. Как близнецы они были одного роста и одной масти, ростом ниже среднего. Почти не до мерки. Волосы чернее вороньего крыла. У обоих был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов. Кубелику меня возили на поклон в европейскую гостиницу, хотя я не играл на скрипке. Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось. Вот когда эти два маленьких музыкальных полубога, два первых любовника театра лилипутов должны были пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне становилось за них страшно. Начиналось как вольтовый искрой и порывом набегающей грозы. Потом распорядители с трудом расчищали дорожку в толпе и среди неописуемого рева со всех сторон навалившейся горячей человеческой массы не кланяясь и не улыбаясь почти трепеща с каким-то злым выражением на лице они пробивались к пюпитру и роялю. Это путешествие до сих пор кажется мне опасным, не могу отделаться от мысли, что толпа, не зная, что начать, была готова растерзать своих любимцев. Далее эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью от фрейлина до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы сковать и остудить разнузданную своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слыхал такого чистого, первородного, ясного и прозрачного звука, трезвого, в рояле, как ключевая вода и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса. Я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую грядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов. Тенишевское училище. На загородном во дворе огромного доходного дома с глухой стеной издали видный боком и шустовской вывеской десятка три мальчика в коротких штанишках, шестяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол. У всех был такой вид, будто их возили в Англию или Швейцарию и там приодели совсем не по-русски, не по-гимназически и на какой-то кембриджский лад. Помню торжество, публика школьного вернисажа и вдруг все расступаются, шушукаются, приехал Витте. Про Витте все говорили, что у него золотой нос и дети слепо этому верили и только на нос и смотрели. Однако нос был обыкновенный и с виду мясистый. Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Маховой в собственном амфитеатре с удобными депутатскими местами на манер парламента установился довольно разработанный ритуал и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Верениус. Это был старик крумяный, как ребенок с банки Нестле. Он произносил ежегодно одну и ту же речь о пользе плавания. Так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными. Однако этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый бархатный жилет. Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен. Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом в большие дни брался с бою, и вся маховая кипела наводненная полицией и интеллигентской толпой. Все это начало девятисотых годов. Главным съемщиком тенишевской аудитории был литературный фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Натсона. Литературный фонд по природе своей был поминальным учреждением, он чтил. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь, Некрасова, Натсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Опухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника. Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное «Бесконечной пеленою развернулась предо мною старый друг мой море». Затем выходил Александринский актер Самойлов и, бия себя в грудь истошным голосом, закатываясь от крика и, переходя в зловещий шепот, читал стихотворение Никитина «Хозяин». Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях из мертвых душ, потом дедушка Маза и Зайца, Некрасова или размышления у парадного подъезда. Ведринская щебетала «Я пришел к тебе с приветом», в заключении играли похоронный Марш Шопена. Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего заседание юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытие почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезавая это право. Гражданские служения совершались Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анинским, Батюшковым и Овсяника Куликовским. Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках. От тяжелого притерного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам, ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд. На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин по-немецки «Елочка, елочка». Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домик. Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя. Это верховодили мягкотелыми, интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын коммергера, воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и составил присягать себе целуя крест и Евангелие. Вот краткая портретная галерея моего класса. Ванюша Корсаков по прозванию Котлета, прыхлый немец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная, земская традиция, Петрункевич, родичи. Барац семья дружит с Тасюлевичем, вестник Европы, страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и следе. Леонид Зарубин крупная углепромышленность Донского бассейна, сначала динамомашины и аккумулятор, потом только Вагнер. Прожесецкий из бедной шляхты специалист по плевкам. Первый ученик Слободинский, человек из сожженной Гоголем второй части Мертвых душ, положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому, потом заведовал радиостанцией. Надеждин, разночинец, кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы и братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреи. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас созревавший для больших событий исторической работы, умер, едва окончил. А как бы он вынырнул в годы революции? Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят, светлая личность, а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского, иначе нельзя сказать. Как на языке того времени и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, щурился, излучая глазами насмешливый свет. Весь большая обезьяна в Афраке с золотушной, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя хотел в него попасть. Он любил блока, а в какую рань, и печатал его в своем образовании. Он был никакой администратор, только щурился и улыбался и был очень рассеян. Поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где не нужно. Какой у вас урок? Геология. Сам ты геология. Все училище со всеми своими гимнастическими турусами на колесах держалось его улыбкой. А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети, на портретах Серова, маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых. Сергей Иванович, 1905 год, химера русской революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине. Уже издалека петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоконя твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях военно-медицинской или в длиннейшем зале для игры в мяч Меньшиковского университета, когда рявкнет бывало, как рассерженный лев будущий оратор, армянин, начедушного социал-революционера или социал-демократа, и вытянут птичьи шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился миг, когда раз, два, три, моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь, и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысями жандармскими глазками в приплюснутой студенческой фуражке. Для меня 905 год Сергей Иванович. Много их было, репетиторов революции. Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил, есть люди книги и люди газеты. Бедный Сергей Иванович остался бы ни при чем при такой разбивке. Для него пришлось бы создать третий раздел, есть люди подстрочники. Подстрочники революции сыпались на него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове. Он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей цвета морской воды тужурки и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги. Я не знаю, где и как Сергей Иванович усваивал. Эта сторона его жизни для меня по молодости лет была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу, писали реферат о причинах падения Римской империи. Сергей Иванович залпами в одну неделю надиктовал мне 135 убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпредал, как паук, из дымка папиросы, что ли, липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иванович привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Ивановича. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш, относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иванович признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иванович диктовал, я косился на каменно-угольное его белье. Каково же я удивился, когда Сергей Иванович объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего, густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерские гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иванович сиборит или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Ивановича, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна. Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицо грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся. Я думаю, что сам он был похож на шпика. От постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы свой цвет и оперения. Да, в Сергея Ивановича было нечто жандармское. Он был брезглив, он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты со вкусом и отвращением выговаривал гражданские военные звания первых пяти степеней. Невыспавшиеся и помятые как студенческий блин лицо Сергея Ивановича выражало чисто жандармскую брюзгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского несколько отвлеченным пределом. Так анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанье и заключает какая гадость. Студент, подслушав генерала, выспрашивает у него все его чины и получив ответ заключает и только какая гадость. Где-то в Седлице или в Ровно Сергей Иванович должно быть нежным мальчиком откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы западного края были у него в родне и сам он уже революционный репетитор, одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно, тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иванович не был революционер. Да останется за ним кличка «Репетитор революции». Как химера он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближения 905-го года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться, ну, хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию. И вот в самые тревожные 905-е дни Сергей Иванович становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись как кот от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины он обещает прийти с Браунингом, гарантируя полную безопасность. Мне довелось его встретить много позже 905-го года. Он выленил окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брюзгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории. Если бы Сергей Иванович превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился. Он должен был уйти из жизни, до того он был химера. Юлий Матвеевич Пока Юлий Матвеевич поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз бегать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках. В прихожей он останавливался и ждал, чтобы с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе допят, в тяжелой шапке он пыхтел, пока его не освобождали от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государства. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения. Своей семьи у него не было, и наш он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную. Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая бисмарка, нежно-безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке. На вопрос Юлий Матвеич издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук, начинал речь неизменным своим оборотом. «Я же вам говорил» или «Я вам всегда говорил». Бездетный, беспомощный лостоногий бисмарк чужой семьи Юлий Матвеич внушал мне глубокое сострадание. Он вырос среди южных помещиков-дельцов между Бессарабией, Одессой и Ростовом. Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений иконских заводов продано с участием греко-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц. Все они и нотариус грек, и помещик Жоха, и губернский секретарь Молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках на линейках с балдахином под трактом по губернским мостовым. Там росла многоопытность и округлялся капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже начались служить и превращались в коротенькие ласты, и Юрий Матвеевич, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мировоззрение Юлия Матвеевича сложилось в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меньшиков и Ренан. Странное, на первый взгляд, сочетание, но если вдуматься, даже для члена государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меньшикове он говорил умная голова и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвеевич презирал смерть, ненавидел докторов и в назидание любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то кодор, где его некогда хорошо накормили. Но кок-дора уже не было. Оказался кок, да не тот. И нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвеевич принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвеевич разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвеевича десять, пятнадцать рублей было дело нелегкое. Он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и «я же вам говорил». Потом долго семенил по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички. Смерть Юлия Матвеевича была ужасна. Он умер как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего бисмарка и позволил прибрать себя к рукам. Умирающего Юлия Матвеевича выгнали из купеческого кабинета на разъезжей и сняли ему комнатку в лесном на маленькой дачке. Небритый и страшный он сидел с плевательницей и новым временем. Мертвые синие щеки поросли грязной щетиной, трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катарактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно. На похороны Юлия Матвеевича съехалось чрезвычайно много почтенных и незнакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семенил коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмаркской головой. Эрфуртская программа Чего ты читаешь брошюры? Ну, какой в них толк, звучит у меня над ухом голос умнейшего ВВГ. Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми капитал Маркса. Ну и взял. И обжегся. И бросил. Вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? Капитал Маркса, что физика Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку. Вот в этом ее назначение. Из личинки же родится мысль. Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой Кепстен, превращалась в анекдоты об американских трестах, и как много историй Билоси трепыхалась возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола. Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в Пушкинский лицей. Книжка весов под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Абуховского завода. Ни слова, ни звука, как по уговору о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете. И не дурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эссеровскую кровь. Напрасно тот призывает на помощь своих святителей Чернова, Михайловского и даже исторические письма Лаврова. Все, впитывалось. Повторяю, Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущения, а Каутского уважали, и наряду с ним протопопа Аввакума, чье житие в Павленковском издании входило в нашу российскую словесность. Конечно, тут не без ВВГ, формовщика душ и учителя для замечательных людей, только таких под рукой не оказалось, но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай, Каутский, красная полоска марксистской зари. Эрфуртская программа, марксистские пропилеи рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты. Разве Каутский тючев? Разве дано ему вызывать космические ощущения? И паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде. А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский, я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов с гораздо большим правом, тот же тючев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной. В тот год в Зеге-Вольде на Курлянской реке Ааа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмирения поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных изрытых пещерами слоистых берегах германской Ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем речке Каневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому нечитаемый русской молодежью. Он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде с Эрфуртской программой в руках я по духу был ближе к Каневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков. Потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутины я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую тверсть далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы и Акова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства. Что может быть сильнее, что может быть органичнее, я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, и умолвшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе. Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет ни ячмень в колосьях, ни северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть. Семья Синани Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рожеволосый, весь какой-то узкий-узкий в плечах, с узким, мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на аглосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки-рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы, какая легкая кость. Но, взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосом, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выражении маленького, горько-самолюбивого рта. Движения его, когда нужно, были крупны, размашисты, как у мальчика, играющего в бабки в скульптуре Федора Толстого, но он избегал в резких движениях, сохраняя меткость и легкость для игры. Походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь, на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу. Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, в котором он себя готовил, в котором готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног, и тонкая жерсть предтечи должна была смениться жезлом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушением, Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани краимы крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика? И новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабанас яйлы. Борис Синани с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассуждения ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую по его мнению от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице против гостиницы Пале Рояль. Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящая в выразительную примитивность семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуней Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не нравился, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем, далеко не всегда ослепленный его личностью и советник и наперстник тогдашних эсеровских цикистов. С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверски умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская, очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий с подлобью на хмуре в густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной, изящной и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под Щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги. Мистика, глупость, истерия и хамство. С волками жить поволчивать. Авторитет Михайловского в кругу даже значительных людей того времени был очевидно громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист в силу рокового противоречия он сам нуждался в авторитете и невольно чтил авторитета и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович. Через некоторое время у Михайловского действительно собирался сенат русского богатства и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уважения к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его вода и человек он непочтенный. Михайловского он в конце концов не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешихонова считал тряпкой, к Микотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цикиста старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас детей приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ. В доме был цикист. Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатинкая девочка Лена, но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался. Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович. Он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии. Он боролся с ними, разделывался, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм, и старик сена не сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном. Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состоянии после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови. Что такое? Помню я, что было до рождения. Ничего не помню, ничего не было, ну и после смерти ничего не будет. Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту, и даже одноглазая кухарка заражена была общим строем. Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любование, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем, круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и в сущности жадный ум голодал скудную пищу, вечные споры социал-демократов с социал-революционерами, роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля социал-демократов. Вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассаля, чудесно построенными, прелестными и живыми. Это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот в подражании Лассалю мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией ад-хок на случай. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эздековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящие. Я сейчас помню, как Борис мальчиком на одной сходке забил и вогнал в под старого опытного меньшевика Клейнборда, сотрудника толстых журналов. Клейнборд только отдувался и вопросительно оглядывался. Умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным и новым орудием это лишь было демосфеновым камушком, но не дай бог никакой молодежи таких учителей, как Михайловский. Что это за водолей? Что это за маниловщина, пустопорожная, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей? По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из войны и мира. Из посетителей розовой комнаты их было очень немного. Мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди СД, СР, православной, католичкой, эллинисткой, теосовкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно посидела. Будучи эллинисткой, она напечатала романы жизни Юлии Цезаря на римском курорте Баии, причем Баии поразительно смахивали на Сестрорецк. Наташа была здорово, богата. В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур, означенный диванной начала текущего века. Скверные открытки, аллегории Штука и Жукова, открытка-сказка, словно выскочившая изнацена, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углем на большом картоне. Чтецы-декламаторы, всякие русские музы с Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзию и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марк Твену и Джерому, самые лучшие и здоровые из всего нашего чтения. Дребедень разных анатем, шиповников и сборников знания. Все вечера загрунтованы смутной памятью об усадьбе в Луге, где гости опять на полукруглых диванчиках гостиной орудуют сразу шесть бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы. Не достаточно ли сумбура? Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимович Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя подщедренным без права жительства. Семен Акимович Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалось тысячи местечковых раввинов по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притчи, анекдотов и так далее. В жизни Семену Акимовичу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимовича в неторопливых чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимович еще не старик, дедовский состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества. Губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавиши, узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и могилевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимович. Глеб Успенский и стал муторой. За скромным чайным столом с мягкими библейскими движениями слонив голову на бок, он сидел, как еврейский апостол Петр, на вечере. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех крепкотук, Семен Акимович казался нежной, гемороидальной психеей. В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надстановщиной и стишками из русского богатства. Блог уже был прочтен, включая балаганчик, и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарабарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков, очень мало разнившихся от домашних лириков русского богатства и вестника Европы, сохранялись при интереснейшей лазейке. На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт». Гольдберг обрюзглый буржуа считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение. Он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинение немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» по-немецки, а в случае незнания языка в русском переводе. Всем своим клиентам Гольдберг говорил, «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шилерообразным своим помощником, он же переводчик парламента насекомых на русский язык, бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер, видимо, его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное собрание своих сочинений и сам мне его показывал. Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его внутренне еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка. Особый вид людей эсеровской масти мы называли христосиками. Согласитесь, очень злая ирония. Христосики были русачки с нежными лицами, носители идеи личности в истории. И в самом деле многие из них походили на нестеровских иисусов. Женщины их очень любили и сами они легко воспламенялись. На политических балах в лесном такой Христосик отдувался и за Чальд Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная периферия, вся кишела романами. Мальчики 905-го года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николин Коростов шел в гусары, то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить несогретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести. Война и мир продолжалась, только слава переехала. Ведь не с Семеновским же полковником Мином и не с Витскими же генералами в лакированных сапогах бутылками была слава. Слава была в ЦК, слава была в БО, и подвиг начинался с пропагандистского искуса. Поздняя осень в Финляндии глухая дача враевали, все заколочено, калитки забиты, псы волкодавы ворчат возле пустых дач, осеннее пальто и старенькие пледы, жар керосиновые лампы на холодном балконе, лисия мордочка молодого Т, живущего отраженной славой отца цикиста. Не хозяйка, а робкое, чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной темени подходит в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх в гершуни. Война и мир продолжается, намокшие крылья славы бьются в стекло, и честолюбие, и та же жажда чести, ночное солнце, восслепшее от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица. Умирая, Борис бредил в Финляндии переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея. Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным, зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали противным само имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь. Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали как лобазники и богом и дьяволом, и не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из жизни человека, сделавшуюся символом мерзкого уличного символизма. Слишком долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми вопросами, та же самая философия от пивной бутылки. Все это была мразь по сравнению с миром эрфудской программы коммунистических манифестов и аграрных споров. Здесь были свой протопоп о вакуум, свое двоеперстие, например, о безлошадных крестьянах. Здесь в глубокой страстной распре социал-революционеров и социал-демократов чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников. Эту жизнь, эту борьбу издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киевский и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная политическая мысль всегда будет звучать, как Бетховенская соната. Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида Андреева. Комиссаржевская Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависел, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять толстых и аксаковых, багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими, душными воспоминаниями. Повторяю, память моя нелюбовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова. Там, где у счастливых поколений, говорит эпос, гегзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, а между тем у ней было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье рождение. Мы учились не говорить, а лепетать, и лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленной пеной его гребня, мы обрели язык. Революция сама и жизнь и смерть и терпеть не может, когда при ней судачит о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа, революция, вечная жажда, воспаленность, может быть, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, отправляясь на овечьей водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук. Она не смеет, она боится подойти к источникам бытия. Но что сделали для нее эти источники бытия? Куда, как равнодушно текли их круглые волны? Для себя они текли, для себя соединялись потоки, для себя закипали в ключ. Для меня, для меня, для меня, говорит революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе», отвечает мир. У Комиссаржевской была плоская спина курсистки, маленькая голова и созданный для церковного пения голосок. Бравич был асессор брак, Комиссаржевская была геддой. Ходить и сидеть она скучала. Получало, что она всегда стоит, бывало подойдет к синему фонарю окна профессорской гостиной Ипсона и долго-долго стоит, показывая зрителям чуть сутулую плоскую спину. В чем секрет обаяния Комиссаржевской? Почему она была вождем какой-то Жанной Дарк? Почему Савина рядом с ней казалась умирающей бароней, разомлевшей после гостиного двора? В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра. Недаром она тянулась к Ипсону и дошла до высокой виртуозности в этой протестантской пристойной профессорской драме. Интеллигенция всегда не любила театры и стремилась справить театральный культ как можно скромнее и пристойнее. Комиссаржевская шла навстречу этому протестантизму в театре, но зашла слишком далеко и вышла из пределов русского почти в европейский. Для начала она выкинула всю театральную мишуру и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнезда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна. И голо, как в лютеранской кирке. Между тем, у Комиссаржевской были все данные большой трагической актрисы, но в зародыше. В отличие от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна, она подымала и опускала голос так, как это требовалось с дыханием словесного строя. Ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движениями, и те были все наперечет вроде заламывания рук над головой. Создавая театр Ипсона и Миттерлинка, она нащупывала европейскую драму, искренне убежденная, что лучшего и большего Европа дать не может. Румяные пироги Александринского театра так мало походили на этот бестелесный, прозрачный мирок, где всегда был великий пост. Сам театрик Комиссаржевской был окружен атмосферой исключительно сектантской приверженности. Не думаю, чтобы отсюда раскрывалась какая-нибудь театральная дорога. Из маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма. Фотографы, приват-доценты, асессоры, смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства гедды и брака. Ипсон для Комиссаржевской был иностранной гостиницей не больше. Комиссаржевская вырвалась из российского театрального быта, как из сумасшедшего дома. Она была свободна, но сердце театра останавливалось. Когда Блок склонился над смертным ложем русского театра, он вспомнил и назвал Кармен, то есть то, от чего бесконечно далека была Комиссаржевская. Дни и ночи ее маленького театра всегда были сочтены. Здесь дышали ложным и невозможным кислородом театрального чуда. Над театральным чудом зло посмеялся Блок в балаганчике, и Комиссаржевская, сыграв балаганчик, посмеялась над собой. Среди хрюканья и рева, нытья и декламации мужал и креп ее голос, родственный голос у Блока. Театр жил и будет жить человеческим голосом. Петрушка прижимает к небу медную аидачем свиной рыло декламации. В непочину барственной шубе К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров плали на углах и подворотнях. Булочные, нестесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотанием и звоном цикад. Неуклюжие дворники медведя в бляхах дремали у ворот. Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек. Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры берлоги, из квартиры пещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой колодой с кабинетом, где скупо накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в непочину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо. Он не подозвал, а рявкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня стройками, а не ватная лошаденка, дожидалась его окрика. Ночь. Злится литератор-разночинец в непочину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец. Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложенный портрет. В меховой шапке Митре колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчик чексанок. Холодно тебе, Византия. Зябнет и злится писатель-разночинец в непочину барственной шубе. Новгородцы и псковичи вот так же сердились на своих иконах. Ярусами друг у друга на головах стояли миряне справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости. Как новгородцы злобно голосуют бороденками на страшном суде, так литература злится столетия и косится на события пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного нет лучше заволоси притянутого в свидетели понятые на византийский суд истории. Литературная злость. Если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу понимания, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль с ехидным поклоном, передаваемой из десятилетия в десятилетие в граненой солонке с полотенцем. Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной Некрасовской улице? Если настоящее, то да. Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов, ослепнуть, осизать, узнавать слухом печальную дело. Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки. А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди. И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые стены моего жилища. Вспоминать идти одному обратно по руслу высохшей реки. Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи, чужая барская затея, предмет зависти, лирика, конный или пеший, рояль был весь раскрыт, и горящую солью нетленных речей. Больные воспаленные веки фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом и звездковым пять евангельских рыб оттягивали корзину. Среди них была большая рыба бытие. Ими нельзя было накормить голодное время, пришлось выбросить из корзины весь пяток и с ними большую дохлую рыбу бытие. Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипение хороших русских стихов. Ряфнувший извозчика был Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку, литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота? Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочаться ее, ну, хотя бы разные пушкинианцы и прочее. Потом узнал некоторых. Да чего они пресны в сравнении с В.В. Гиппиус? От прочих свидетелей литературы и ее понятых он отличался именно этим злобным удивлением. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был ромулом, ненавидящим свою волчицу и, ненавидя, учил других всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку весов или северные цветы скорпиона, отравленный Сологувом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского казни в Женеве, товарища Каневского и Добролюбова, воинственных молодых монахов раннего символизма. Спячка В.В. была литературным протестом, как бы продолжением программы старых весов и скорпиона. Разбуженный он топорщился, с недоброй усмешечкой расспрашивал о том, о другом, но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью. Он был мнителен и больше всех болезней, боялся ангины, болезни, которые мешают говорить. Между всем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончании слов, выражаясь поученому пристрастие к дентальным и небным. С легкой руки ВВ и поныне я мыслю ранний символизм, как густые заросли этих «ща». Надо мной орлы, орлы говорящие. Итак, мой учитель отдавал предпочтение патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападений, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда ВВ вздумалось прочесть детям жар-птицу Фета, носуку извилистым и чудным, словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей. Здесь уместно будет вспомнить о другом домочадце литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой сказывалась в особенности их произношения, а недоброво. Язвительно вежливый петербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, недоброво появлялся всюду читать тютчево, как бы представительствовать за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, широко открытыми гласными, как бы записанная на серебряных пластинках, прояснялась на удивление, когда доходила до тютчево, особенно до альпийских стихов, о которой год белеет и озаря и ныне сеет. Тогда начинался настоящий разлив открытых А, казалось, чтец только что прополоскал горло холодной альпийской водой. Спячкова меня пугала и притягивала. Неужели литература медведь, сосущий свою лапу, тяжелый сон после службы на кабинетной тахте? Я приходил к нему разбудить зверя литературы, послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается, приходил на дом к учителю русского языка. Вся соль заключалась именно в хождении на дом, и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литературы не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках. Начиная от Радищева и Новикова, у ВВ устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается, мне сам превратился в зырянского башка. ВВ учил строить литературу не как храм, а как рот. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературный ВВГ, злости. Власть оценок ВВ длится надо мной и по сейчас. Большое с ним совершенное путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал. Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном, некрахмальном ротничке беспокойны движения короткой шеи, подверженной ангине. Из горта не рвутся шипящие, клокочущие звуки, воинственные ща и гэ. Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его, и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа. Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики. Как поживаете, Иван Иванович? Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу. ВВ любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались «пламень-камень, любовь-кровь, плоть-господь». Словарем его бессознательно управляли два слова «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю, не шутя, не осторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу «бытия» и «пламени». Литература века была родовита. Дом ее был полной чаши. За широким раздвинутым столом сидели гости с вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба «спой, Мэри!» мучительная просьба позднего пира. Но не менее красавицы, поющие пронзительную шотландскую песню, мне милый тот, кто хриплым, натруженным беседой и голосом попросил ее о песне. Если мне померещится Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них. Ему бы крикнуть «Эй, хорошо, славный у нас век!» Вроде как сухой выдался денек. Да не тут-то было. Язык липнет гортани, стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути. Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры, разбившейся, конченной, неповторимой, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня, с трепетом приподымаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила, зима его одела. Литература зверь, скорняк, ночь и зима. 1923 Феодосия Начальник Порта Белый накрахмаленный китель наследия старого режима чудесно молодил его и мирил самим с собой. Свежесть гимназиста и бодрость начальника, сочетание которое он ценил себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим кителем. За перекопом начиналась ночь. Там за Солончаками уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации. И там невозможно была эта походка упругая, как после купания. Это постоянное возбуждение, смешное чувство хорошо купленной валюты, ясные государственные службы и в сорок лет ощущение удачно выдержанного экзамена. Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного НССР с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток. Помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна, ни самому рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня выскочке, легендарному каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу, и отец от счастья подружился с сыном. Каждый из грязных пароходов с запахом кухни и сои, с младской прислугой, жарко натопленной, как международное купе, но более похожий на коморку богатого швейцара капитанской каюты, увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими. Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли. Тогда начальник порта шел по тенистой в корне любезной старожилам итальянской улицы, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице, и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив на бок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен. Некоторых избранных он приветствовал, как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек. Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-Дост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинсбурги, Ландсберги и прочие пили чай с белой еврейской булкой халой. Ночные сторожа татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пеаном с некоторыми нецензурными выражениями, которые опускались днем по настоянию местного раввина. Тогда в лихорадке с знакомой каждому бродяге я метался и открывал мне в качестве ночного убежища управления порта. Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу скрытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках. Чтобы понять, чем была Феодосия при Деникине в Рангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок. Делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную гнездо военно-торговых хищников, а скорее на Нежную Флоренцию. В обсерватории у начальника Сарандинаки не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появился на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме, шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, города хватило как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок. Спору нет. Мы должны быть благодарны Вранглю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничей Средиземной Республики XVI века. Но антической феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов. Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка, в пробковом тропическом шлеме человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечал на дерзкие ее выходки нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды, малым и большим восходом. Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Это отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой. Александр Александрович просыпался с первым пароходом, Два служителя вестовые в Белой Парусине, вышкаленные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел где и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки, и, хотя он ничего не мог изменить прибытие парохода, говорил, а, хорошо, очень хорошо. Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря и спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, дымовитому солящий гнездо до поры до времени, и не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом по инстинкту отца и семьянина, как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть, бессознательно с первой минуты. Старухина птица Если пройти всю итальянскую за последним комиссионным магазином, минуя заглохшую галерею гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика, в плюще и с жлюзи, где в мягкой гостиной с голоду умерла Теосовка Анна Михайловна, дорогу забирает вверх карантинной слободки. С января пошла неслыханно жестокая зима. По льду с замерзшего перекопа возили тяжелую артиллерию. В кофейне рядом с Асторией английские солдаты Бобби устроили грельню. Кружком сидели у жаровни, грели большие красные руки, пели шотландские песни и мешали в тесноте деликатным хозяевам жарить яичницу и варить кофе. Теплый и кроткий овечий город превратился в ад. Почетный городской сумасшедший веселый чернобородый караим уже не бегал больше по улицам со свитой мальчишек. Карантинная слободка, лабиринты низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку то на жесткий кизиловый куст, жалкий глиняный геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем идешь, как по мертвому римскому плану, а ночью в непроломном мраке готов постучать к любой мещанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару. Карантинная слободка жила заботой о воде. Как зеницу ока она оберегла свою обледеневшую водокачку. Крикливая женская вече не умолкала на крутом пригорке, где ручьи туго нагнетаемой воды не успевали замерзать, а чтобы ведра, налитые в склянь, не расплескались на подъеме бабы, поплавками щепок припечатывали студеный груз. Идиллия карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. Как и все карантинные хозяйки, старушка жила в предсмертной праздничной чистоте. Домишку свою она не просто прибрала, а обредила. В сенях стоял крошечный рукомойник, но до того скупой, что не было ни малейшей возможности выдоить его до конца. Пахло хлебом, керосиновым перегаром матовой детской лампы и чистым старческим дыханием. Крупно тикали часы, крупной солью сыпались на двор в комнате надышина, что кто-то возится за стенкой, приготовляя обед из картошки, луковицы и горсточки риса. Старушка жильца держала как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик. Когда Деникин отступал от Курска, командование согнало железнодорожников, их посадили семьями в теплушке, и не успели они опомниться, как покатились к Черному морю. Теперь железнодорожные куряне, снятые с теплого нашестера, селились на карантине, обжились, кирпичом начистили кастрюли, но удивление все еще продолжалось. Старуха без суеверного ужаса не могла говорить о том, как их сняли с Курска, но разговору о том, что их повезут обратно, не было, так как бесповоротно считалось, что сюда их привезли умирать. из тех ледяных крымских ночей прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея, в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лай и посоленной звездами, физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы. Тридцатилетней войны с моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей. Бармы закона уплотнившееся дыхание капельками опускалось на желтые банные стены. Крошечные черные чашечки, охраняемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, были расставлены приманками для красных ободков краинских и греческих губ. Там, где садились двое, сейчас же подсаживался третий, а за плечами у третьего подозрительный, как будто ни при чем, становилось еще двое. Центрики распылялись и рассасывались, управляемые своеобразным законом мушиного тяготения. Люди облепляли невидимый центр с жужжанием повиснув над кусочком незримого сахара и с злобной песнью шарахались от несостоявшейся сделки. Грязная на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатление русской осени в лавке мелочного торговца. Между тем, город над мушинами свадебами и жаровнями жил большими и чистыми линиями. От Митридата, то есть древнеперсидского Кремля, на горе театрально-картонного камня до линейной стрелы мола и к сурово подлинной декорации шоссе, тюрьмы и базара. Он натягивал воздушные фланги журавлиного треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю. Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей развездкой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов. Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии с фуражками до подошв, заряженной лисим электричеством здоровья и молодости. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с детскими наглыми и опасно пустыми карими глазами был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий благотворный их природе режим. Полковник Цыгальский нянчил сестру слабоумную и плачущую и больного орла, жалкого слепого с перебитыми лапами, орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипение примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинели или в пуховый платок, жалость сестра, похожая на сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые спаги просились не в Москву молодцами с кароходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но на зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии напоминая клиента Кубу или Дома ученых. Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии. Такой человек, кажется, способен решительную минуту обнять полководца и сказать ему «Голубчик, бросьте, пойдемте лучше ко мне, поговорим». Цыгальский ходил к юнкерам читать артиллерийскую науку, как студент на урок. Однажды, стесняясь своего голоса, примусы, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выражение «Мне все равно с царем или без трону». Еще пожелание о том, какой нужна ему Россия, увенчанная бармами закона и прочее, напоминавшее мне, почерневшую от дождя фемиду на Петербургском Сенате. Чьи это стихи? Мои. Тогда он открыл мне сомномбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы, густые, как деготь, волны его, вязали плиты Исаакия, с траурной пенной разбивались о ступени Сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции. Полковник, нянька с бармами закона. Мазесса да Винчи Когда Фаэтон с плюшевыми медальонами пустых сидений или одноконная линейка с свадебно-розовым балдахином пробивались в раскаленную глушь верхнего города, града копыт хватало на четыре квартала. Лошадь, подметая ногами искры, с такой силой обивала горячие камни, что, казалось, в них должна была образоваться лестница. Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды. Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумление, словно везли в гору еще не бывший в употреблении рычаг Архимеда. Затем он подошел к торговке, которая сидела в своей квартире и торговала прямо из окна, превратив его в прилавок. Постучав по арбузу цыганским серебряным перстнем, он попросил отрезать ему половину. Но, дойдя до угла, вернулся, обменял арбуз на две самодельные папиросы и быстро удалился. В верхнем городе дома несколько казарменного и даже бастионного характера дают приятное впечатление прочности, а также естественного, равного человеческой жизни возраста. Оставляя в стороне археологию и не очень отдаленную старину, все они впервые сделали городской эту шершавую землю. Дом родителей художника Мазесса да Винчи стыдливо повернулся к каменоломне хозяйственным и оживленным тылом. Засаленные библейские перины валялись на осланцепеке. Кролики таяли стерилизованным пухом, то перебегали, то расплывались, как пролитое молоко. И не слишком далеко, не слишком близко, там, где ей нужно, стояла гостеприимная будка с распахнутой дверью. На кривых шпагатовых реях пузырилась большая стирка. Добродетельная армада шла под воинственными материнскими парусами, но крыло, принадлежащее Мазессе, поражало яркостью и богатством оснастки. Черные малиновые косворотки, шелковая ночная рубашка допят, какие носят новобрачные, и ангелы, одна зефировая, одна бетховенская, разумеется, я говорю только о рубашках, и одна фрачная с длинными обезьянными руками, получившая в домашней переделке цветные манжеты. Белье на юге сохнет недолго. Мазесса прошел прямо на двор, приказал все это снять и немедленно выгладить. Ее он избрал сам и на вопросы любопытствующих лишь неохотно объяснил, что ему нравится фамилия Довинчи. В первой же половине своего прозвища Мазесса он сохранил кровную связь с родом. Отец его, маленький, очень приличный человек, возил мануфактуру в Керчь на моторном паруснике, не страшась морской болезни, и звали его просто господином Мазесс. Таким образом, Мазесса, прибавив женское окончание, превратил родовое прозвище в личное имя. Кому не ведом корабельный хаос мастерской славного Леонарда, предметы кружились вихрем в трех измерениях гениальной рабочей комнаты. Голуби, проникая в слуховое окошечко, пачкали пометом драгоценную парчу, и в вещи слепоте мастер натыкался на скромные предметы быта времен возрождение. Мазесса унаследовала от невольного своего восприемника плодотворное буйство трех измерений, и спальня его уподоблялась плывущему ренессансному кораблю. С потолка свешивалась большая люлька, корзина, в которой Мазесса любила дыхать днем. Легкие хлопья перинного пуха нежились в густой благородной черноте. Лестница, занесенная в комнату упрямой прихотью Мазессы, приставлена была к антресолям, где среди прочего инвентаря выделялась арматура тяжелых бронзовых ламп, во времена деда Мазессы, висевшая в караимской молельне. Из кратеров фарфоровой чернильницы с грустными синагогальными львами торчали бородатые, расщепленные много лет не знавшие чернил перья. На полке под бархатной знавеской библиотека Испанская Библия, словарь Макарова, Сабаряне Лескова, энтомология Фабра и путеводитель Бедекера по Парижу. На ночном столике рядом с конвертом старого письма из Аргентины микроскоп создавал ложное впечатление, что Мазесса глядится в него по утрам, просыпаясь. В крошечном городе, захваченном кондотьерами Врангеля, Мазесса был совершенно незаметен и счастлив. Он гулял, ел фрукты и купался в бесплатной купальне, мечтал купить белые туфли на резиновой подошве, полученные в Центросоюзе. Отношения его с людьми и со всем миром строились на неопределенности и сладкой недоговоренности. Он спускался с горы, выбирал в городе жертву, прилеплялся к ней на два, на три, а то и на шесть часов, и рано или поздно зигзагами раскаленных улиц приводил ее к себе домой. Таким образом, действуя как тарантул, он исполнял какой-то темный лично ему свойственный инстинктивный акт. Всем он говорил одно и то же. Идемте ко мне, у нас каменный дом. Но в каменном доме было то же, что и в других, перины, сердоликовые камушки, фотографии и вязаные салфетки. Мазес рисовал только автопортреты, да еще специально писал этюды с Адамова яблок. Когда вещи были выглажены, Мазес стал собираться к вечернему выходу. Он не умывался, но горячо окунулся в серебряное девичье зеркало. Зрачки его потемнили, круглые женские плечи вздрагивали. Белые брюки, теннис, бетховенская рубашка и спортивный пояс не удовлетворили его. Он вынул из шкафа визитку и в полном вечернем туалете, безупречном от сандалий до тюбетейки, с черными шевиотовыми ластами на белых ляшках вышел на улицу, уже омытую козьим молоком феодосийской луны. 1923-1924 Египетская марка Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела. Часть первая Прислуга Полька ушла в костел Гваренги посплетничать и помолиться матке Божьей. Ночью снился китайцы, обвешанные дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков, и американская дуэль-кукушка, состоящая в том, что противники бьют из пистолетов в горки с посудой, чернильницы и фамильные холсты. Семья моя, я предлагаю тебе герб, стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли, как медленный пожар. Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки зеркал с ярлычками судебного пристава. Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета. Чем загладить свою вину? Хочешь Волгаллу? Кокоревские склады. Туда на хранение. Уже артельщики, приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный рояль-миньон, как черно-лакированный метеор, упавший с неба. Рогожи стелются, как ризы, трюмо плывет боком по лестнице, маневрируя на площадках во весь свой пальмовый рост. С вечера парнок повесил визитку на спинку венского стула. За ночь она должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шеветовым сном. Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет. Беспозвоночная подруга молодых людей скучает по зеркальному триптиху у билетажного портного. Простой мешок на примерке не то рыцарские латы, не то сомнительную безрукавку портной художник исчертил Пифагорова мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность. Иди, красавица, и живи, щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся. Ах, Мервис, Мервис, что ты наделала? Зачем лишил порнока земной оболочки? Зачем разлучил его с милой сестрой? Спит? Спит? Шрамыжник. На него электрической лампочке жалко. Последние зернышки кофе исчезли в кратере мельницы шарманки. Умыкание состоялось. Мервис похитил ее как собинянку. Мы считаем на годы. На самом же деле в любой квартире на каменно-островском время раскалывается на династии столетий. Домоправительство всегда грандиозно. Сроки жизни необъятны от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков. Самолюбивый обидчивый бензиновый дух и жирный запах добряка керосина стерегут квартиру уязвимую с кухни, куда врываются дворники с катапультами дров. Пыльные тряпки и щетки разогревают ее белую кровь. Вначале был верстак и карта полушарий Ильина. Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океане и материке ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту. Уважение к Ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охренные полушария, как два большие меча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярией самих недр земного шара, и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние. Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа, руладами и тремоло. На сетчатке ее зрачков опрокидываются те же две Америки, как два зеленых якташа с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом. Пятидесятые годы ее обманули. Никакую Абельканту их не скрасит. Тоже повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века древки таймсов и ведомостей. И, наконец, Россия. Защекочет ей маленькие уши, крещатик, счастье и щавель. Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы». А потом кавалергарды слетятся на отпевание в костел гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую пилунью. Как высоко ее положили. Разве это смерть? Смерти пикнуть не смеет присутствие дипломатического корпуса. Мы ее плюмажами жандармами Моцартом. Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романа в Бальзак и Стендале «Молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в особняки». И он отправился отбивать визитку. Портной Мервис жил на Монетной возле самого лицея. Но шил ли он на лицеистов, был большой вопрос. Это скорее подразумевалось, как то, что рыбак на рее не ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему слетались родственники, а заказчик пятился ошеломленный и раскаившийся. «Кто же даст моим детям булочку с маслом», сказал Мервис и сделал рукой движение, как бы выковыривающее масло, и в птичьем воздухе портновской квартиры порноку привиделось не только сливочное масло-звездочка, гофрированное слезящимися лепестками, но даже пучки редиски. Затем Мервис искусно перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский мундир, приплел зачем-то сына Рона, ученика консерватории, запутался, затрепыхался и юркнул за перегородку. Что ж, подумал порнок, может, так и нужно, может, той визитки уже нет, может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтобы заплатить за шевьет. К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует кроя визитки, он сбивается на сюртук, очевидно, более ему знакомый. У Люсьена де Рубампре было грубое холщовое белье и неуклюжая пара, пошитая деревенским портным. Он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он брился в счастливый для себя день, и будущее родилось из мыльной пены. Порнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудела тягучим еврейским медом женское контральто. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас. Тут был Пушкин с кривым лицом и в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты, и, не обращая внимания на удивленного кучера в митрополитии шапки, собирали швырнуть подъезд. Рядом старомодный пилот девятнадцатого века, Сантос Дюмон, в двубортном пиджаке с брелоками, выброшенный игрой стихи из корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на парящего кондора. Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем, пробегающие свою маленькую страну. Часть вторая. Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны, они освещены давностью морской зеленью неба и невой. Их бы можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорумных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскочила на 37,3, и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по Белому Невскому, они были наперечет. Во-первых, ампирный павильон в инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию. Во-вторых, фиванские сфинксы напротив здания университета. В-третьих, невзрачная арка в устье галерной улицы, даже не способная дать приют от дождя. В-четвертых, одна боковая дорожка в летнем саду, положение которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и все. Только сумасшедшие набивались на рандеву у медного всадника или у Александровской колонны. Жил в Петербурге человечек в лакированных туфлях, презираемых швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топотал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами. Ему хотелось поступить драгоманом в Министерстве иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум. В феврале он запомнил такое событие. По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически цельный и здоровый, нетронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаившей земли. Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки. Выведут тебя когда-нибудь Парнок со страшным скандалом, позорно выведут, возьмут под руки и фьють из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозинной музыки из салона Мадам Переплетник. Неизвестно откуда, но выведут, ославят, осрамят. У него были ложные воспоминания. Например, он был уверен, что когда-то мальчиком прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все грозди лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество выхлынуло таким страшным белым потоком, что стало больно глазам, и он заплакал. Милый, слепой, эгоистический свет. Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым, а береза с лимонно-желтой древесины, навес не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено, как живое в руке. С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в событие трамвайный лепец жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отмеску он говорил с ними на диком и выспренном птичьем языке исключительно о высоких материях. Шапиру звали Николай Давыдович. Откуда взялся Николай неизвестно, но сочетание его с Давыдом нас пленило. Мне представлялось, что Давыдович, то есть сам Шапиру кланится, вобрав голову в плечи какому-то Николаю и просит у него взаймы. Шапир зависел от моего отца. Он подолгу сиживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом стиль рюс. А Шапир говорил, что он честен и маленький человек. Я почему-то был уверен, что маленькие люди никогда не тратят больше трех рублей и живут обязательно на песках. Большеголовый Николай Давыдович был шершавым виноватый улыбающимся, как посыльный допущенный в комнаты. От него пахло портным и утюгом. Я твердо знал, что Шапира честен и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть честным, кроме него. Ниже Шапиру на социальной лестнице стояли одни артельщики, эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к Каплану. От Шапиру через артельщиков шли нити в банк и к Каплану. Я любил Шапира за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были сахарой, окружающей белошвейную мастерскую его жены. У меня окружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапиру. Я боялся, что на песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку с единственной мастерицей и детей с нарывами в горле, как перышко, как три рубля. Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой при свете голубой финалинки, я не знал, что делать Шапиру. Подарить ли ему верблюд и коробку фиников, чтобы он не погиб на песках, или же повезти его вместе с мученицей мадам Шапиру в Казанский собор, где продырявленный воздух, черен и сладок. Есть темная, с детства идущая Геральдика нравственных понятий. Шварк раздираемого полотна может означать честность и холод Мадапалама святость. А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксофоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на теме ледяным миром и, почуяв на своем темени ледяную нашлюпку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже и «Матушка, пожалей своего сына», забирался под воротник. «Не горячо?» спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед затем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника. И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно. Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман. На бумаге «Верже, государьи мои, на английской бумаге «Верже» с водяными отеками и рваными краями извещал он ничего не подозревающую даму о том, что пространство между миллионной адмиралтейством и летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат. На такой бумаге читатели могли бы переписываться креатиды эрмитажа, выражая друг другу соболезнования или уважения. Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опасней инфлуенции и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котельонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в 30 лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинками и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтобы посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе, вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде. Парнок был человеком Каменноостровского проспекта, одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В семнадцатом же году после февральских дней улица это еще более полегчало с ее паровыми прачечными, грузинскими лавочками, продающими исчезающие какао и шалами автомобилями Временного правительства. Ни вправо, ни влево не подавайся, там чепуха, без трамвайной глуши. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий подмышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки. Часть третьей «Николай Александрович, отец Бруни!» окликнул Парнок безбородого священника Костромича, видимо, еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. «Отец Николай Александрович, проводите меня!» Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок роди-дамой стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котельону. Одно время казалось, что граждане так останутся навсегда, как коты с бантами. Но уже волновались айсоры, чистильщики сапог, как вороны перед затмением и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы. Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю грешный человек жужжание бормашины этой бедной земной сестры аэроплана, тоже сверлящего борчиком лазурь. Девушки застыдились отца Бруни. Молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а порнок, прикрываясь авторитетом, отделенный от государства церкви, припирался с хозяйкой. То было страшное время. Портные отбирали визитки, а опрачки глумились над молодыми виску. Жареный Мокко в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной Матроны. Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плаили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефировый и батистовый вздор. Они куролесили с зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водовильные мелочи, разбросанные пеной по длинным столам ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали. Парнок узнал свою рубашку. Она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цветоспелой черешни. «Девушки, чья это?» «Вот мистер Кржижановского», ответили девушки лживым бессовестным хором. Батюшка обратилась хозяйка к священнику, который стоял как властемущий в сытом тумане прачечный, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. «Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияете на них. Я даже в Варшаве такого не видела. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой, лезут ночью с заднего хода словно яксенц или акушерка. Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носят. На это ничего нельзя было возразить. И отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока. «А я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки страдивария, легкие, как скворечни и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутана дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с петербургской стороны, а удивленными кружочками концерта в палацу пяти». Часть четвертая Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну. «Ого-го, поглядите-ка по гороховой улице». С молитвенным шорохом двигалась толпа. Посередине ее сохранилось свободное место в виде каре. Но в этой отдушине, сквозь которую просвечивали шахматы торцов, был свой порядок, своя система. Там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они шли походкой адъютантов. Между ними чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину адъютанта. Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши. Шли плечи вешалки, вздыбленные ватой. Апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши. Все эти люди продавцы щеток, успел подумать порнок. Где-то между сенной и мучным переулком в москотельном и кожевенном мраке, в диком питомнике перхоти, клопов и оттопыренных ушей, зародилась эта странная кутерьма, распространявшая тошноту и заразу. Они воняют кишечными пузырями, подумал порнок, и почему-то вспомнилось страшное слово «требуха». Его слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем легкие, на самом же деле от страшного порядка, сковавшего толпу. Тут была законом круговая порука за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег фонтанки к живорыбному садку, отвечали решительно все. Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника, который ценился дороже соболя и куницы, как его самого взяли бы в переделку под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое каре. Тут работал бондарь страх. Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок, как шииты, в день шахсы-вахсы, неумолимо продвигались к фонтанке. И парнок кубарем скатился по щербатой бешвейцарной лестнице, оставив недоуменного дантиста перед повисшей, как усыпленная кобра, бормашиной, вместо всяких мыслей повторяя, пуговицы делаются из крови животных. Время истинные часы. Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в гатчину к другу сережки, походил в баньку и в цирк ченезелли. Пожил ты, человечек, и довольно. Сначала парнок забежал к часовщику, тот сидел горбатым спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинах козявок. Есть у вас телефон, нужно предупредить милицию. Но какой может быть телефон у бедного еврея-часовщика с гороховой? Вот дочки у него есть, грустные, как марципанные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть, а телефона нет. Наскоро приготовив коктейль из Рембрандта, козлиной испанской живописи и лепета цикаты, даже не пригубив этого напитка, парнок помчался дальше. Бочком по тротуару, опережая солидную процессию самосуда, он забежал в одну из зеркальных лавок, которые, как известно, все сосредоточены на гороховой. Зеркала перебрасывались отражениями домов, похожих на буфеты, замороженные кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшнее и махнатей. Подозрительный чех-зеркальщик, сберегая свою фирму, незапятнанную с 1881 года, захлопнул дверь. На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабринными усами. Он был в солдатской шинели, но при шашке и развязно шептал своей даме конногвардейские нежности. Парнок бросился к нему как к лучшему другу, умоляя обнажить оружие. «Я уважаю момент», холодно произнес колченогий ротмистр, «но извините, я с дамой», и, ловко подхватив свою спутницу, брякнул шпорами и скрылся в кафе. Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель. Больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы. Есть люди, почему-то неугодные толпе. Она отмечает их сразу, язвит и щелкает по носу. Их недолюбливают дети, они не нравятся женщинам. Парнок был из их числа. Товарищи в школе дразнили его овцой, лакированным копытом, египетской маркой и другими обидными именами. Мальчишки ни с того ни с сего распустили о нем слух, что он пятновыводчик, то есть знает особый состав от масляных, чернильных и прочих пятен, и нарочно выкрадывая у матери безобразную ветошь, несли ее в класс, с невинным видом предлагая Парноку вывести пятнышко. Вот и фонтанка, ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными на гребенке с недостающими зубьями. Река, покровительница плюгавого малого театра, с его облезлой, лысой, похожей на ведьму, надушенную почулями мельпоменой. Что же, египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный человек в глаза не видал Калинкина. Несметная невесть, откуда налетевшая человечья сранча вычернила берега фонтанки, облепила рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, тысячи глаз глядели в нефтяную радужную воду, блестевшую всеми оттенками керосина, перламутровых помоев и павлиньего хвоста. Петербург объявил себя нейроном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух. Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству, исчезнувшему, уснувшему, как окунь государству. С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персифоне, они делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в плестирной роще и пахнет чернилом. Не говорите по телефону из петербургских аптек. Трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персифоне телефон еще не проведен. Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок. Так на полях черновиков возникают рабески и живут своей самостоятельной прелестной и коварной жизни. Скрипичные человечки пьют молоко бумаги. Вот бабель, лисий подбородок и лапки очков. Парнок, египетская марка. Артур Яковлевич Гофман, чиновник Министерства иностранных дел по греческой части. Валторны Мариинского театра, еще раз усатая гречанка и пустое место для остальных. Эрмитажный воробищи Виталия о бармезонском солнце, о пленерной живописи, о колорите, подобном шпинату с гринками, одним словом обо всем, чего не хватает мрачно-фламандскому Эрмитажу. А я не получу приглашения на барбезонский завтрак, хоть и разламал в детстве шестигранные карнационные фонарики с зазубринкой и наводил на песчаный сосняк и можжевельник, то раздражительно-красную трахому, то синюю жвачку полдня какой-то чужой планеты, то лиловую кардинальскую ночь. Мать заправляла салат желтками и сахаром. Рваные мятные уши салата с хрящиками умирали от уксуса и сахара. Воздух, уксус и солнце уминалось зелеными тряпками в сплошной горящей солью, трельяжем, бисером, серыми листьями, жаворонками и стрекозами в гремящий тарелками барбизонский день. Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками к зенитному завтраку, устилая траву фильетонами и заметками об улавочно маленьких актрисах. К барбизонским зонтам стекались гости в широких панталонах и львиных бархатных жилетах, а женщины встряхивали мураши с круглых плеч. Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались пару и, растрепав занавески, играли с ромашковым полем в лото. Паровоз в цилиндре с цеплячьими поршнями негодовал на тяжесть шапокляков и муслина. Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струнг. Уже весь воздух казался огромным вокзалом для жирных нетерпеливых роз. А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры китайского театра в старинной пьесе с палачом, чванились с кипидарными лапками и влачили боевые дольки еще не разрубленного тела, вихляясь сильным агатовым задом, словно военные лошади, в фижмах пыли, скачущие на холм. Парнок встряхнулся. Ломть клемона — это билет в Сицилию к жирным розам, и полотеры пляшут с египетскими телодвижениями. Лифт не работает. По домам ходят меньшевики оборонцы, организуя ночное дежурство в подворотнях. И страшно жить, и хорошо. Он лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его черным турецким кофеем на летающая ночь. Часть пятая В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и графином кипяченой воды. Еще раз повторяю, величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются. В это время проходили через площадь глухонемые. Они сучили руками быструю пряжу, они разговаривали. Старший управлял челноком, ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетение не повредилось. На них на всех их было четверо, полагалось очевидно пять мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и вопрошаек и непрерывно заметывая крупными стишками воздух, шили из него рубашку. Староста в гневе перепутал всю пряжу. Глухонемые исчезли в арке главного штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей. Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом. Нотная страница это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий, во-вторых, это план, по которому тонет ночь, организованная в косточке слив. Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат. Миражные города нотных знаков стоят, как скворечники в кипящей смоле. Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей. Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемолик ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая целые вывески под жарых тактов, это, конечно, Бетховен. Но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку, это тоже Бетховен. Нотная страница — это революция в старинном немецком городе. Большеголовые дети, скворцы распрягают карету князя, шахматисты выбегают из кофеин, размахивая ферзями и пешками. Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге. Это Гендель. Но до чего воинственные страницы Баха, эти потрясающие связки сушеных грибов. А на садовой у покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне оставили руку по системе Лещитицкого. Пусть ленивый шум он развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы. Пусть труднейшие пассажи листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу. Рояль — это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, санатинами. Господи, не сделай меня похожим на порнока. Дай мне силы отличить себя от него. Ведь я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валеных сапог. Ведь и держусь и одним Петербургом концертным, желчным, зловещим, нахохленным, зимним. Не повинуется мне перо. Оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанной к конторке телеграфа, публичная, испакощенная ерниками в шубах, разменявшая свой ласточкин рощерк, первоначальный нажим. Но приезжай ради Бога, наскучаю и целую небритых похабников, шепчущих телеграммку в надышенный меховой воротник. Керосинка была раньше примуса, с людяной окошечкой и откидной маяк. Пизанская башня керосинки кивала парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной пищи. Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами, подклеиваю ленточки бахромкой. Рукопись всегда буря, истрепанная, и склеванная. Она черновик сонаты. Марать лучше, чем писать. Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу бездельничаю. Рисую Марата в чулке. Стрижей. Больше всего у нас в доме боялись сажи, то есть копоти от керосиновых ламп. Крик сажи, сажи звучал, как пожар горим, вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливали, снюхали воздух, весь кишевший усатыми, живыми, порхающими чаинками. Казнили провинившуюся лампу при спускании мфитиля. Тогда немедленно распахивались маленькие форточки, и в них стрелял шампанский мороз, торопливо прохватывая всю комнату с усатыми бабочками сажи, оседающими на пикейных одеялах и наволочках, эфиром простуды, сулемой воспаления легких. «Туда нельзя, там форточка», шептала мать и бабушка. Но и в замочную скважину врывался он, запрещенный холод, чудный гость дифтеритных пространств. Юдив Джаджоне улизнула от евнухов Эрмитажа. Рысак выбрасывает бабки. Серебряные стаканчики наполняют миллионную. Проклятый сон! Проклятый стук до бесстыжего города! Он сделал слабое умоляющее движение рукой, выронил листочек цедровой пудреной бумаги и присел на тумбу. Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные рандеву, стояние на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня, номера ненужных отгоревших телефонов. Роскошное дребезжание пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как керасирская молитва. Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимом вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трудней? Скандалом назывался бес, открытой русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он ища де ее, любимое детище. Пропала крупиночка, гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества. В те отдаленные времена, когда применялась дуэль кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолета в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты, эта дробиночка именовалась честью. Однажды бородатые литераторы в широких, как пневматические колокола, панталонах поднялись на скворечню к фотографу и снялись на отличном дагеротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. Перед ними снимался мальчик в черкеске и девочка с локончиками и под ногами у компании шмыгал котенок. Его убрали. Все лица передавали один тревожно глубокомысленный вопрос. Почем теперь фунт слоновьего мяса. Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчихвостили бедного юнца и полита. Так и не довелось ему прочесть свою клеенчатую тетрадку. Тоже выискался Руссо. Они не видели и не понимали прелестного города с его чистыми корабельными линиями. А бесенок скандала вселился в квартиру на разъезжей, привинтив медную дощечку на имя присяжного поверенного. Эта квартира неприкосновенная сейчас, как музей, как пушкинский дом. Дрыхнул на атаманках, топтался в прихожей. Люди, живущие под звездой скандала, никогда не умеют вовремя уходить. Конючил, нудно прощался, тычась в чужие галоши. Господа литераторы, как балеринам туфельки балетки, так вам принадлежат галоши. Примеряйте их, обменивайте, это ваш танец. Он исполняется в темных прихожих при одном непременном условии неуважения к хозяину дома. Двадцать лет такого танца составляют эпоху, сорок историю. Это ваше право. Смородинные улыбки балерин, лопотание туфелек, натертых тальком, воинственные сложности, дерзкая численность скрипичного оркестра, запрятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками, растительное послушание кардебалета, великолепное пренебрежение к материнству женщины. Этим нетанцующим королем и королевой только что играли в шестьдесят шесть. Моложавая бабушка Жизель разливает молоко, должно быть миндальное. Всякий балет до известной степени крепостной. Нет-нет, тут уж вы со мной не спорьте. Январский календарь с балетными козочками, образцовым молочным хозяйством Мириад Миров и треском распечатываемой карточной колодой. Подъезжая с тылу к неприлично ватерпруфному зданию Мариинской оперы, сыщики-барышники, барышники-сыщики, что вы на морозе миленькие рыщите, кому билет в ложу, а кому в рожу? Нет, что не говорите, а в основе классического танца лежит острастка, кусочек государственного льда. Как вы думаете, где сидела Анна Каренина? Обратите внимание, у античности был амфитеатр, а у нас, у Новой Европы, ярусы, и на фресках страшного суда и в опере единое мироощущение. Придымленные улицы с кострами вертелись каруселью. Извозчик на Жизель, то есть к Мариинскому. Петербургский извозчик — это миф, козерок. Его нужно пустить по Зодиаку, там он не пропадет со своим бабьим кошельком, узкими, как правда, полозьями и овсяным голосом. Часть шестая. Пролетка была с классическим, скорее московским, чем петербургским, шиком, с высоко посаженным кузовом, блестящими лакированными крыльями и на раздутых до невозможности шинах не дать не взять греческой колесниц. Ротмистер Кржижановский шептал в преступное розовое ушко. О нем не беспокойтесь, честное слово, он пломбирует зуб. Скажу вам больше, сегодня на фонтане не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка, грязная история. Белая ночь, шагнув через Колпино и среднюю рогатку, добрела до царского села. Дворцы стояли испуганно белые, как шелковые кукли. Временами белизна их напоминала выстиранный с мылом и щелоком плато коренбургского пуха. В темной зелени шушали велосипеды, металлические шершни парка. Дальше белеть было некуда, казалось, еще минутка, и все на вождении расколется, как молодая простокваша. Страшная каменная дама в ботиках Петра Великого ходит по улицам и говорит, мусор на площади, самум, арабы, просеменил Семен в просеминарий. Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына, за весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку дрожжа в бумажном мешочке у курсистки на хорах дворянского собрания ответишь ты, Петербург. Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал. Не увезет ли кто? Страховой старичок Гешко Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло-ролле. Жил он на Невском в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. Генрих Яковлевич спит, говаривала Лизочка, приложив палец к губам и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась сумасшедшей надеждой, что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, только начало. А Генрих Яковлевич с легкостью баллонки бегал по лестницам и страховал на дожитие. В еврейских квартирах стоит печальная, усатая тишина. Она слагается из разговоров маятника с крошками булки на оклеенчатой скатерти и серебряными подстаканниками. Тетя Вера приходила обедать и приводила с собой отца, старика, пергамента. За плечами тети Веры стоял миф о разорении пергамента. У него была квартира в сорок комнат на крещатике в Киеве. Дом, полная чаша. На улице под сорока комнатами били копытами лошади пергамента. Сам пергамент с три купоны. Тетя Вера, лютеранка, подпевала прихожанам в красной кирке на мойке. В ней был холодок компаньонки, электрисы и сестры милосердия, этой странной породы людей, враждебно привязанных к чужой жизни. Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью. Появляясь в доме, тетя Вера начинала машинально сострадать и предлагать свои краснокрестные услуги, словно разворачивая катушку марли и разбрасывая серпантином незримый бинт. Ехали таратайки по твердой шоссейной дороге и топорщились как кровельное железо воскресные пиджаки мужчин. Ехали таратайки от ярви до ярви, чтоб километры сыпались горохом, пахли спиртом и творогом. Ехали таратайки двадцать одна и еще четыре со старухами в черных косынках и в суконных юбках, твердых как жесть. Нужно разбавлены чистым спиртом и той же дорогой вернуться домой. Молодая ворона напыжилась, милости просим к нам на похороны. Так не приглашают, черекнул воробушек в парке Монрепо. Тогда вмешались сухопарые вороны с голубыми от старости жесткими перьями. Карл и Амалия Бломквист извещают родных и знакомых о кончине любезной их дочери Эльзы. Вот это другое дело, черекнул воробушек в парке Монрепо. Мальчиков снаряжали на улицу как рыцари на турнир. Гамаши, ватные шаровары, башлыки, наушники. От наушников шумела в голове и накатывала глухота. Чтобы ответить кому-нибудь, надо было развязать режущие тесемочки у подбородка. Он вертелся в тяжелых зимних доспехах, как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса. Первое разобщение с людьми и с собой, и, кто знает, быть может, сладкий предсклеротический шум крови, пока еще растираемый мохнатым полотенцем седьмого года жизни, воплощались в наушниках и шестилетнего ватного Бетховена в гамашах, вооруженного глухотой, выталкивали на лестницу. Ему хотелось обернуться и крикнуть «Кухарка тоже глухарь!» Они с важностью шли по офицерской и выбирали в магазине грушу Дюшес. Однажды зашли в ламповый магазин, а Болинга на Вознесенском, где парадные лампы толпились как идиотки-жирафы в красных шляпах с фистонами и оборками. Здесь ими впервые овладело впечатление грандиозности и леса вещей. В цветочный магазин Эйлерса не заходили никогда. Где-то практиковала женщина-врач Страшунер. Часть седьмая Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом с принадлежностями ритуала. Так и портной Мервис. Визитка Парнока погрелась у него на вешалке недолго, часа два, подышала родным тминным воздухом. Жена Мервиса поздравила его с удачей. Это еще что, ответил польщенный мастер. Вот дедушка мой говорил, что настоящий портной это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня на Невском проспекте. Потом он снял визитку с плечик, подул на нее, как на горячий чай, завернул в чистую полотняную простыню и понес к ротмистру к Ржижановскому в белом саванне и в черном калинкоре. Я, признаться, люблю Мервиса, люблю его слепое лицо, изброжденное зрячими морщинами. Теоретики классического балета обращают громадное внимание на улыбку танцовщицы, они считают ее дополнением движению и столкованием прыжка полета, но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и ярусы морщин на человеческом лице глядят, как скопище слепцов. Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть последнее неотразимо убедительное слово. В моем восприятии Мервиса просвечивают образы греческого сатира, несчастного певца Кефареда, временами маска еврипидового актера, временами голой грудьи, покрытые спареной тела растерзанного каторжанина, русского ночлежника или эпилептика. Я спешу сказать настоящую правду, я тороплюсь, слово, как порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту. Рыбий жир, смесь пожаров, желтых зимних утр и ворваний, вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга. Птичьи окон, налитые кровью, тоже видит по-своему мир. Книги тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Все уменьшается. Всякая вещь, мне кажется, книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни. Мне подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны. Все уменьшается, все тает, и гета тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающая фес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы. Но мысль, как палаческая сталь коньков нурмис, скользивших когда-то по-голубому с пупырышками льду, не притупилась. Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским копытцам-шнуровкам, сращиваются с ними в ланцеты свежести и молодости, и оснащенная обувь, потянувшая радостный вес, превращается в великолепные драконьи ошметки, которым нет названия и цены. Все труднее перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенной в топоры при свете газовых фонарей. Выдровенные склады, черные библиотеки города, мы еще почитаем, поглядим. Где-то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками ввозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов с зачитанными в шелк за разными страницами. Некрасивые барышни выбирали с полок книги. Кому Бурже, кому Жошоне, кому еще что-нибудь из библиотечного шурумбурума. Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под шляпкой гриба. Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха. В них жила и ветряная оспа. В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку. Как ее не вытряхивать, она появлялась снова. Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда превращенная в мумию безымянный северный цветок. Пожары и книги — это хорошо. Мы еще поглядим, почитаем. За несколько минут до начала агонии по Невскому проспекту прогремел пожарный обоз. Все отпрянули квадратным запотевшим окнам, и Анджолину Бозиу, уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианта Бассо Комико, предоставили на мгновение самой себе. Воинственные феоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочного побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню Демидовского дома. Бетюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркало. Но в потускневшем сознании умирающей певицы этот ворох горячечного казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой овертюры. В ее маленьких, некрасивых ушах явственно прозвучали последние такты овертюры к дуофоскаре, ее дебютной лондонской оперы. Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным, металлическим, гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным, необработанным тембром пятнадцатилетней девочке подростка с неправильной, неэкономной подачей звука, за которую ее так бронил профессор Каттанео. Прощай, травиата, розина, церлина. Часть восьмая. В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая слепительную белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошировал сады. Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги стабры извозчиков и пешеходов на той и другой стране, как два враждебных племени или поколения, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой. Он думал, что Петербург — его детская болезнь, и что стоит лишь очухаться, очнуться, и на вождение рассыплется. Он выздоровеет, станет, как все люди, пожалуй, женится даже. Тогда никто уже не посмеет называть его молодым человеком. И ручки дамам он тогда бросит целовать. Хватит с них. Тоже проклятые завели Трианон. Иная лохудра бабища, облезлая кошка, сует губам лап, а он по старой памяти чмок. Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию, а там видно будет, он сошлет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет. Вот только одна беда, родословной у него нет, и взять ее неоткуда, нет, и все тут. Всех-то родственников у него одна тетка, тетя Иоганна, карлица, императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как черт, словно Бирон ей сват и брат. Ручки коротенькие, ничего застегнуть сама не может, а при ней горничная Аннушка, от нее далеко не уедешь. Впрочем, как это нет, родословный? Позвольте, как это нет? Есть, а капитан Галяткин, а калежские асессоры, которым мог Господь прибавить ума и денег, все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застирными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой, в домах сложенных и счерстых плиток каменного шоколада и бормочут себе под нос. Как же это? Без гроша? С высшим образованием? Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха и тогда обнажиться его под спудный пласт, под лебяжьим, гагачим, гагаринским пухом, под тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-халуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное, но перо, снимающее эту пленку, как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом, лучше к нему не прикасаться. Камарик звенел. Глядите, что стало со мной, я последний египтянин, я плакальщик, пестун, пластун, я маленький князь-раскоряк, я нищий рамзес-кровопийца, я на севере стал ничем, от меня так мало осталось, извиняюсь. Я князь невезения, коллежский ассессор из города Фив. Все такое же, ничуть не изменился, ой, страшно мне здесь, извиняюсь, я безделица, я ничего, вот попрошу у холерных гранитов на копейку египетской кашки, на копейку девической шейки, я ничего, заплачу, извиняюсь. Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписанному словарику, вернее, реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений. Подкова так называлась булочка с маком, фрамуга так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась как крышка рояля. Не коверкай, так говорили о жизни, не командуй, так гласила одна из заповедей. Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев. По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупо отмеривая желтый и почему-то позорный свет. Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие с зимним хрустом сотенные бумажки. Куда мы едем, спросил я старуху в цыганской шале. «В город малинов!» ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое ржало с нехорошим предчувствием. Старуха, роясь в полосатом узле, в немало столовое серебро, полотно, бархатные туфли. Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасы. Ехал дровяник Абраша Капелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, равинной фотографу. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы ерзал петух, предназначенный резнику. «Поглядите!» воскликнул кто-то, высовываясь в окно. «Вот и малинов!» Но горда не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина. «Да это малинник!» захлебнулся я вне себя от радости и побежал с другими, набирая снега в туфлю. Башмак развязался и от этого мной овладел ощущением великой вины и беспорядка. И меня ввели в постылую варшавскую комнату и заставили пить воду и есть лук. Я то и дело нагибался, чтобы завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, но бесполезно. Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить. Все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я дружку пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата. Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений из петербургского инфлуэнсного бреда. Розово перст и аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики с пустыми разинутыми клювами. Между тем, во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда. Знакомо ли вам это состояние, когда у всех вещей словно жар, когда все они радостно возбуждены и больны, рогатки на улице, шелушение афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умные стадо без вожака, рожденные для сонатных беспамятств и кипяченой воды. Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры по заразному лабиринту, обвешанный предаточными предложениями, как веселыми случайными покупками. И летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные, как пластика первых веков христианства. И калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста. Ведь Невский в семнадцатом году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники. Можно сказать, и зажмурив глаза, что это поют конники. Песня качается в седлах, как большущие дровые мешки с золотой фольгою хмеля. Она свободный приварок к мелкому топоту, теньканью и поту. Она плывет в уровень с зеркальными окнами, белетажей, на слепеньких мохнатых башкирках, словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем подпругам и шинкелям. Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неумений, как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварит увертюру к Леноре или к Эгмонту Бетховена. Какое наслаждение для повествователя третьего лица перейти к первому. Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной и сырой воды. Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенко, я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал, с ним мне не страшно. Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства. Они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками. На побегушках у моего сознания два-три словечка, и вот уже вдруг они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и располозаются две гремящих сковороды. Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанию французского мужичка из Анны Карениной. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик развязано от всякой заботы о красоте и округленности. Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, там дышит она, голубушка проза, вся пущенная в длину, обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский оршин все 609 николаевских верст с графинчиками запотевшей водки. В 9.30 вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав ласты, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись, шаловливым шветовым дельфином, которому они сродни покроем и молодой душой. Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любане и в Балагом, приговаривая при этом «суаре-муаре-пуаре» или «невесть, какой офицерский вздор». Он пробовал даже побриться в вагоне, но это ему не удалось. В Клину он отведал железнодорожного кофе, который приготовляется по рецепту неизменному со времен Анны Карениной из Сыкория с легкой прибавкой кладбищенской земли или другой какой-то гадости в этом роде. В Москве он остановился в гостинице «Селект», очень хорошая гостиница на Малой Лубянке, в номере, переделанном из магазинного помещения с шикарной стеклянной витриной вместо окна, невероятно нагретой солнцем. 1927 Продолжение следует... Продолжение следует...